здравствуйте дорогие друзья ну вот закончилась моя поездка в сибирь в абакан где в непринужденной обстановке два дня проходил семинар приехала достаточно много людей из других регионов том числе из красноярска мне было приятно со всеми с вами встретиться пообщаться для меня было открытием то что сибири такая большая активность связанная с криптовалютным бизнесом я знаю что себе регион активно экономически но в криптовалюте оказывается там тоже все хорошо там есть своеобразные фонды клубы предпринимателей и интересно всегда с ними встретиться пообщаться на любые темы также было очень приятно после семинара с вами встретиться со всеми на ужине где мы обсудили такие проблемы которых как я уже говорил к сожалению я не могу говорить на своих каналах в ютюбе и в телеграме по ряду причин но личном общении я это могу все сказать я хочу всем передать большие приветы вы мне все очень понравились и я надеюсь что мы эти встречи будем делать регулярными и к этим встречам присоединиться еще большее количество людей как мне многие написали очень обидно было узнать что проходил такой семинар они об этом просто узнали некоторые уехали кое-кто хотел там прилететь даже из ростова в сибирь у меня спрашивают будут ли такие встречи в этом формате в москве скажу скорее всего не будет а в москве не планирую проводить такие мероприятия такие встречи будет проходить в других регионах россии за границей где-нибудь и в этом есть свой смысл я точно знаю что родилось несколько новых бизнесов которые без этой конференции скорее всего не состоялись и мне это очень и очень приятно да за это время я упустил пространство в ютюбе я долго не выпускал ролики долго не разговаривал с вами на разные темы потому что был целиком и полностью занят вот этих двух конференций на кипре и в абакане но сейчас я возвращаюсь к обычному режиму и сегодня мы с вами обсудим важнейшие проблемы которые происходят в мире криптовалют попробуем предугадать какие в общем-то тренды нас с вами ждут хотя мы знаем что компания в будущем дело неблагодарное не у всех это всегда получается многих очень часто обвиняют в том что они неправильно предсказали будущее а вообще вот к институту предсказателей будущего отношусь достаточно скептически по той причине что ну мы знаем с вами что будущее предсказать нельзя любой человек который что-то вам говорит о каком-то проекте несет очень большой риск оказаться неправым и поэтому эти самые люди обращаются к вашему разуму с тем чтобы вы сами решали и думали куда вам входить на вам не входить и естественно никто за это ответственности за вас нести не будет ко мне приходит очень много информации жалоб о том что люди потеряли деньги и просят как-то им помочь в этой ситуации но к сожалению в большинстве ситуации помочь невозможно но в ряде ситуаций когда это откровенное мошенничество заранее подготовленные спланированные мероприятия с этим разбираются специализированные детективное агентство без привлечения правоохранительных органов поскольку как мы знаем до недавнего времени криптовалюты не признавались в россии не имуществом не деньгами ничем иным и соответственно по любым судам на них невозможно было наложить арест буквально до вчерашнего дня когда апелляционный арбитражный суд москвы все-таки принял взыскание имуществу должника в размере 16 миллионов рублей на его биткоины об этом писал рост бизнес консалтинг там конечно дело до конца еще пока не понятно но в принципе суд уже предложил подозреваемому передать ключи от своих bitcoin кошельков с тем чтобы обратить взыскание и здесь возникает вторая правовая коллизия я об этом много раз говорил что невозможно ввести в стране один-единственный закон который будет регулировать оборот криптовалюты по простой причине что есть еще гражданский кодекс есть много подзаконных актов которые будут безусловно этому новому закону противоречить даже в том случае если московский арбитражный апелляционный суд защит с этого лица 16 миллионов рублей в биткоинах вопрос будет весь состоять в том как он их будет реализовывать для того чтобы обеспечить права исца поскольку центробанк не предусматривает возможности реализации криптовалют за рубли а здесь служб судебных приставов фактически государственный орган должен будет реализовать эту криптовалюту за рубли вот здесь очень тонкая коллизия до с одной стороны у человека отняли имущество и хотят возместить ущерб который он нанес с с другой стороны каким-то образом это сделать легально будет незаконно до тех пор пока центробанк не выпустит соответствующее указание или пока минфин вместе с центробанком которые сейчас противодействуют но не согласны с тем что криптовалюту должны ходить так как обычные деньги смогут это сделать вся надежда на окончательную редакцию закона о цифровых активах который принимается обсуждается сейчас в россии который кстати ракип российская ассоциация пока что не принимает и заключает свои экспертизы что это не работающий закон какой смысл его принимать если он не будет работать но мы видим что работа в этом направлении идется эти изменения которые председатель госдумы володин внес в 114 статью гражданского кодекса россии вероятнее всего могут как-то продвинуть этот рынок к чему-то вменяемому а между прочим именно там в сибири в абакане я узнал что у нас в россии уже есть автоматы банкоматы где можно приобрести биткоины но находятся они не в москве находятся они в сибирских городах и эти организации которые занимаются таким бизнесом почему-то не особо спешат продвигать этот бизнес в москву поскольку здесь все с регулированием не так просто как оказалось теперь что касается основных трендов и что происходит на рынке около месяца назад я давал рекомендацию своим подписчикам приобретайте держать эфир говорил что он будет расти с тех пор эфир вырос два с половиной раза но потом произошла небольшая фиксация не причина этого снижения курса эфира послужило то что появились слухи о том что сэк американская комиссия по ценным бумагам и американская комиссия по товарным фьючерсом должны были вчера рассмотреть вопрос о признании эфира и о признании рипла security токеном хотя до этого я публиковал своем телеграме материал ссылка будет внизу о том что крупнейшие фонды такие как андресом их коровец принципе уже имели прямые контакты сек на ту тему чтобы договориться с как-то более избирательно подходить выявлению случаев появления security токена на рынке связи с тем что не все токены которые распространяются на блокчейне эфириума можно отнести в полной мере к акциям то есть security токеном и связи с тем что эфир выполняет некую функцию на системы обеспечивающей до 80 процентов айсио и видимо была достигнута договоренность о том что этот подход будет теперь избирательным и что сек в каждом конкретном случае будет смотреть именно на самыми проекты айсио при этом не трогая сеть эфириума конечно очень хорошая информация появилась о внедрении шаринга в эфириуме то есть это грозит условно говоря ускорением сети эфириум что было бы очень неплохо потому что были существенные замедления в сети эфириум некоторые платежи вот люди покупали токены висели сутками просто часами и сутками из-за того что рекомендованная комиссия газа не соответствовала той за который можно было включить эту транзакцию в блок но сейчас видимо все будет как-то меняться далее рынок подогрели слухи о том что виталик бутерин высказался что вознаграждение за майнинг в сети эфириум будет снижена достаточно сильно буквально почти в 10 раз и естественно что это тоже вызвало какой-то некий такой вот рост эфира поскольку мы с вами знаем что основным местом где производится эмиссия новых эфиров является майнинг потому что именно за майнинг майнеры получают вознаграждение в эфирах и таким образом новые эфиры появляются в сети если уменьшить вознаграждение в 10 раз то есть приток новых эфиров скажем так эмиссии уменьшится в 10 раз соответственно это будет хорошим стимулом для роста курса некоторые говорят что сам виталик бутерин считает что 2000 это нормальный текущий таргет я имею ввиду 2000 долларов за один эфир некоторые говорят и вот мне недавно сказали о том что и 20000 долларов за один эфир это таргет там на ближайший год поэтому мои рекомендации сейчас по эфиру его держать возможно покупать потому что то что его сейчас припустили в цене по рынку ходят слухи что просто некоторые увидев как растет эфир даже сравнением с основной криптовалютой bitcoin подумали что неплохо бы его приопустить и собственно весь этот фут эти слухи возникли именно на этой волне с целью приопустить курс эфириума для того чтобы можно было его прикупить чуть дешевле они отлавливать уже на более высоких уровнях это все то что сейчас касается рынка эфириума конечно на семинаре в абакане я давал какие-то рекомендации по каким-то монетам и по каким-то из всего которые мне кажутся интересными к сожалению в открытую сейчас на своем youtube канале я не могу этого вам передать и так что же делать инвесторам в криптовалюты сейчас то есть какой сейчас базовый план должен быть еще раз говорю что я не предсказываю будущего но по всей вероятности то аналитикой та информация которая стекается ко мне со всех источников говорит о том что сейчас очень хорошее время как раз подержать нужно ли сейчас покупать на этой волне возможно да потому что судя по тому как растут другие альткоины можно сделать вывод о том что bitcoin каким-то искусственным образом придерживается достаточно долго его держать будет нельзя потому что институциональные инвесторы уже начали в него входить но не на биржах а входит через специальные хедж-фонды через специальных брокеров которые не занимаются покупкой продажи биткоины на бирже достаточно долго это происходить не может поскольку эмиссия биткоина ограничена и естественно он будет дальше испытывать рост что же делать тем людям которые планировали вот майский большой рост и возможно теме которые уже поймали этот рост и получили два три экса на основных альтах либо на айси а были достаточно успешно и всего что же им делать сейчас оказывается что не все так плохо и уже на рынке существуют инструменты позволяющие каким-то образом выводить деньги например если вы планировали сделать вложение в криптовалюту на достаточно недолгий срок и даже если есть такие еще раз говорю я это никак не приветствую брать криптовалюту на заемные деньги если вы хотите ее сейчас продать то возможно для вас более выгодным вариантом будет получить деньги наличные рубли в залог своей криптовалюты в надежде на то что криптовалюта вырастет еще сильнее а деньги по каким-то причинам нужны вам сейчас есть такая площадка и я сейчас они расскажу я не рассказывал на семинаре в абакане и это уникальная идея альтернатива площадкам по покупке продажи криптовалюты битрест потому что это peer-to-peer платформа на которой происходит кредитование фиатными деньгами под залог биткоина вот вместо продажи биткоина владелец получает деньги под его залог а по окончании кредитного периода просто возвращает кредит и получает назад свой залог то есть человеку не нужно продавать биткоин чтобы зафиксировать свою прибыль он просто берет его под залог кредит получает деньги в пользование и этим сохраняет свою криптовалюту на главном экране этой площадке список уже принятых заявок а также тех которые ожидают кредиторов платформа имеет два языка русский и английский она понятна в использовании на каждом этапе из дополнений к текущему шагу при оставлении заявок и вообще первое что нужно сделать это зарегистрироваться причем для регистрации нужен только email и я объясню позже почему требование такое безопасности здесь нет кей войси но нужно указывать тот email которым вы пользуетесь ежедневно по той причине что все важные новости оповещения они будут приходить именно на тот email и вам далее уже расскажу почему нельзя будет пропустить этот шаг поскольку может заканчиваться срок может внезапно падать курс криптовалюты которые находятся у вас залоги почему потому что на этом сервисе владелец биткоина то есть заемщик фиатных денег получает деньги на условиях которые подходят именно ему они не установлены по умолчанию необходимую сумму именно ему устанавливает он сам сам устанавливает срок минимум один день устанавливает годовую процентную ставку на свое усмотрение естественно понимая что это рынок и какая-то неправильная ставка она возможно не сработает нужно получить деньги напрямую от кредитора вообще любым удобным способом в течение одного дня и так чтобы создать заявку надо указать сумму и валюту можно выбрать любую сумму любую валюту из 62 представленных указать срок на который вы хотите взять кредит это может быть в принципе один день но я не вижу в этом смысла процентная ставка в годовых ну как бы платформа сама рекомендует оптимальное значение когда вы будете назначать процентную ставку и главное чтобы условия по заявке были интересны потенциальному кредитору вряд ли кредитор захочет вам выдавать кредит под один процент годовых вы это тоже должны понять указать дисконт о стоимости залога и дисконт это на самом деле очень важная штука потому что он при кредитовании может составлять от 40 до 80 процентов стоимость залога никогда не равна 100 процентов сумме кредита залог может как расти в цене так и опускаться мы с вами знаем что рынок криптовалют достаточно волатильное это происходит а в условиях такой волатильности дисконт выступает в качестве защитного механизма поэтому рекомендуемая ставка по дисконту 30 50 процент можно выставить дисконт от одного до 100 процентов но нужно учитывать что дисконт влияет на размер залога выбрать способ получения день чем больше будет способов которыми вы готовы получить деньги а тем больше количество кредиторов спримут вашу заявку доступные способы это paypal webmoney kiwi кошелек яндекс деньги перевод на карту банковскую или международный банковский перевод естественно возникают сразу же вопрос а как я могу быть на сто процентов уверен что за свои биткоины которые я оставляю в залог они никуда не пропадут очень просто залоги хранятся на multisig адресах чтобы вы понимали multisig это multi-signature то есть это адрес который может исполнять платежное поручение при получении нескольких подписей но ни одной и вот этим multisig аккаунта они защищены для тремя ключами то есть заемщики кредитор генерируют пары приватных и публичных ключей с помощью их публичных ключей публичного ключа битрес сервис создается multisig адрес на котором будет храниться залог на протяжении всего срока действия этого кредита а вот доступ к адресу можно получить только если знать как минимум два секретных ключа у заемщика кредитора битрес только по одному секретному ключу знает ни одна сторона не может получить доступ без разрешения второй стороны не заемщик не кредитор не скажут друг другу ключи пока не выполнят условия кредита поэтому битрес выдает свой ключ только после того как заемщик выплатил деньги если он не вернул кредит то платформа передает свой ключ кредитору который забирает залог себе по моему все очень даже справедливо чтобы подтвердить серьезность намерений наличие биткоинов для залога надо совершить обеспечительный платеж пользователь у которого нет биткоина вряд ли захочет после просто так переводить деньги поэтому платеж это защита от так называемых ложных заявок а тут задедосит площадку и превратят ее просто в мусорную корзину а таким образом заемщик подтверждает что у него есть необходимая сумма биткоинов для залога и не теряет доверие кредиторов если например мой кредит 5000 долларов на 100 дней тогда платеж составит 7000 долларов после оплаты заявка размещается на бирже если передумать брать кредит пока никто из кредиторов не принял вашу заявку то можно отменить размещение заявки и платеж в полном размере будет возвращен на ваш баланс когда кредитор выберет заявку то надо будет перевести биткоины в залог на созданный мульти сик адрес после того как кредитор увидел что биткоины поступили в залог он переводит вам деньги наступает тот самый кредитный период на срок которого вы просите этот кредит обо всех важных этапах приходят уведомления на email и кстати на странице действующей кредитной заявки всегда доступна информация адрес на котором находятся даты сумма реквизиты и так далее есть специальная формула по которой считаются эти все заявки в общем сервис достаточно удобный и здесь вот как раз можно сейчас рассмотреть вот как им пользоваться и так допустим мы хотим взять кредит для начала посмотрим по срокам поставкам например вот мы отсортируем поставкам здесь есть ставки 1853 да и здесь этот сервис также удобен не только для тех кто хочет получить деньги в принципе за под залог свои криптовалюты но и для тех кто хочет банально заработать 5 например у человека есть фиат он считает что сейчас не лучшее время для перекладывания средств криптовалюту он может из этого фиата пока не хочет выходить он держит этот фиат у себя на счете а почему бы на этом фиате не заработать тогда вы подбираете себе нужную ставку но вот ставка 1853 там можно дать но вот например 5000 евро вы можете кому-то дать в кредит до под 1842 процента годовых на полгода на 180 дней возврата будет 5454 вы можете здесь поискать другие ставки то есть здесь сереньким горит те кредиты горят которые вы выданы уже да и мы можем увидеть что здесь брали люди на 32 дня под 180 процентов годовых на 21 день под 180 процентов годовых просто людям были срочно нужны деньги на 32 дня это кстати не так много они заплатили это совершенно не те проценты которые вы заплатите микро финансовых кредитных организациях то есть например 12 тысяч рублей а вернуть всего надо до 13 893 это было там давно но такие были ставки 180 процентов годовых то есть в принципе если у вас есть желание разместить гарантированно куда-то свой фиат то есть свои обычные деньги евро или доллары они нести их например на срочный депозит сбербанк где вы получите пять или четыре или шесть там процентов годовых вы можете их легко под залог криптовалюты даже если вы не знаете что такое это самая криптовалюта вам знать ничего не надо этот сервис все сделает за вас ваш кредит будет хорошо обеспечен причем если курс криптовалюты начнет снижаться то просто этот договор будет досрочно исполнены вы станете владельцем этого самого залога который сможете продать для того чтобы возместить не только те деньги которые вы выдали ну например 5000 евро а вы можете возместить к возврату 5454 евро то есть заемщик всегда будет выигрыш и потому что он не потеряет свою криптовалюту а просто получить под нее кредит но и заимодатель да вот всегда будет тоже выигрыш и потому что в любом случае даже если криптовалюта начнет падать заимодатель получит свои деньги включая проценты вот собственно такой интересный сервис здесь можно переключиться из дать кредит да можно переключиться во взять кредит войти и дальше вы просто размещаете заявку дискон стоимости залога рекомендуемый 30 процентов рекомендуема ставка 1831 в принципе вот есть высокая ставка 24 процента потому что многие банки дают по такой ставки многие дают под 1831 вот собственно такой сервис о котором я вам хотел рассказать сервис достаточно интересный я считаю что такие инструменты рынку необходимы для его диверсификации и в принципе если разобраться то вот именно этот инструмент является своеобразной альтернативой а банковской системы то есть это такой пир-то-пир банк банк у которого нет офиса но банку которого все очень хорошо застраховано потому что я считаю что если взять с нормальным залогом и выдать такой кредит то вы обеспечены достаточно хорошо то здесь ситуация когда заемщик вам не вернет деньги и и в принципе быть не может здесь совершенно не нужны кредитные истории поможет забыть про бюро кредитных историй которые там следит за всеми гражданами если вы где-то задержали просрочивание много кредит то у вас там не получится взять кредит другом банке эта система не требует кей войсе эта система она дистанционно эта система требует только того чтобы у вас был залог для того чтобы вам взять кредит так что пользуйтесь из последних новостей еще хотелось бы сказать то что сейчас производится стадия а и всего бирже стекс и мы зайдем на сайт coin market cup то что мы можем увидеть во первых мы можем увидеть текущие курсы криптовалют мы видим что эфирчик растет на 153 процента но вот сверху мы как раз с вами увидим сообщение о том что бирже стекс мы поймем разблокировала свои маркетинговые бюджеты увидим здесь рекламу бирже стекс следующий уровень крипто каракси exchange стекс all coins one платформ более 10000 кросс рейтов до джоин и ту и токен айси о как раз вот реклама на coin market cup говорит о том что 75 процентный бой бонус заканчивается 11 то есть таким образом если вы сейчас купите за один эфир 5000 токенов и твой то получите еще плюс 75 процентов токенов бонусом ну и мне тут сегодня написали веселые ребята из чата стекс для богатых клиентов как превратить 45 тысяч долларов в 1 миллион долларов примерно за один год инструкции на 45 тысяч долларов купить 60 эфиров на 60 эфиров купить 300 тысяч токенов и твой если это сделать до 11 мая то придет еще двести двадцать пять тысяч и туэй в подарок подождать примерно 6-12 месяцев когда цена и туэй превысит 2 доллара за штуку и продать свои пятьсот двадцать пять тысяч и туэй за 1 миллион долларов ну в принципе наверное вполне реалистичный план учитывая то что аналогичный токен бинанс вырос там не до 2 долларов до 20 когда-то сейчас там может быть 10 бен бик кстати в мы можем всегда это посмотреть вот бинанс коэн бинби он 13 долларов он стоит да то есть бирже еще нет года а ее токен которым можно уменьшить комиссии в два раза на этой бирже уже стоит 13 долларов если мы повторим этот успех там мы сделаем хотя бы в пять раз хуже чем бинанс но все равно можно 45 тысяч долларов сделать 1 миллион долларов за 6-12 месяцев но наверное ближе к 12 месяцам поэтому а если вот этой токи на бирже стекс будет длиться еще до 1 июня но до 11 мая будет действовать бонус семьдесят пять процентов если охота покупайте ну что на сегодня я еще хочу добавить что у fat cats market появился youtube канал а какое интересное видео появилось что fat cats market уничтожит авито жирные коты атакуют это интересно road to the moon в общем у fat cats market появился свой собственный канал на ютюбе вот можете зайти сюда и посмотреть здесь последнее видео уже здесь есть три видео собственно канале fat cats market пока что ведущая алена вам рассказывает как купить за криптовалюту и показывает что она за криптовалюту купила еще она расскажет вам о том что она сейчас собирается в москву и будет устанавливать прямые контакты с владельцами магазинов для того чтобы представлять их на этом рынке и можно было за крипту продавать и покупать я считаю что очень положительная информация и создавайте свои объявления если вы долго что-то не можете продать за рубли возможно вы продадите за криптовалюту на этом я хочу сегодняшний свой выпуск закончить попросить вас чтобы вы присылали мне свои отзывы внизу подписывайтесь на канал ставьте лайки-дизлайки комментируйте ближайшее время мы поговорим с вами о безопасности сосредоточимся на безопасных криптовалютах и я расскажу вам какие способы самого коварного мошенничества сейчас присутствуют на рынке с тем чтобы вы могли избежать этой участи подписывайтесь будет интересно всем пока всего доброго будьте здоровы живите богато удачи удачи удачи